У детей в школе, то есть мы каждый месяц, а то и два, и три раза ходили в театр. И уже Эйцензи тогда писали, и для меня это, как говорит этот мой друг, он очень точно это описал. Сначала ты приходишь, садишься, слышишь, как люди шуршат, как у них телефоны, что-то такое. Потом сцена, вначале ты видишь просто людей, думаешь, что да, сейчас будут придуриваться, сейчас будут представлять себя, кем ты, непонятно кем. А потом, через некоторое время, это ощущение пропадает, то есть ты так раз и втянулся. И ты уже не видишь ни зрителей перед собой, не слышишь никакого шуршания. Это, наверное, превращается в то же самое кино, только перед тобой нет стекла экрана. Ты вживаешься. И еще дело, наверное, в другой энергетике, потому что это, опять же, ожившая живопись, то есть ты один на один общаешься с экраном. Что ты в него вложишь, что ты и получишь. А там люди, и ты где-то там, с краю своего сознания, ты понимаешь, что все-таки ты как-то с ними можешь взаимодействовать. Вот, например, если тебе сейчас зазвонит телефон, им будет неприятно. Или они могут слышать и в какой-то момент ловить твой взгляд. Это, конечно, есть какая-то тонкая игра, что вот сейчас вот эта вот сказка рассыплется. Но, в общем и целом, ты... То есть ты относишься к этому, находясь в зале, все-таки как к чуду, да? То есть вот тебя это захватывает, ты веришь в это. Но когда еще актеры искренне играют, потому что бывает, по-всякому, бывает затрагезный провинциальный театр. Ну, хорошо. Где они выходят. Хорошо, вот такой пример. Ну, хорошо. Вот. По сюжету один из героев умирает. А потом он выходит на поклон. И ты не ребенок. Ты взрослый человек. Видишь это. И он взрослый человек. Здесь нет противоречия на уровне чувств твоих. Наверное, для меня то, что уже происходит после того, как занавес вот так вот захлопнулся, то есть для меня это как фильм, все. Шлеп титры. Я сама прекрасно понимаю, что если в кино вот тот вот актер умер, его застрелили, то я сейчас наберу там сайт кинопоиска, он откроет его анкетку, я увижу, кто его жена, знак зодиака, какие у него будущие работы. Вот он человек живой. Также, наверное, и с артистом вот сцена захлопнулась. А то, что происходит дальше, это уже у меня внутри пересчелывается восприятие. То есть все, сказка закончилась, это уже жизнь. Это уже реальные люди, они перестали быть теми. Вот это потрясающе. Я не сомневаюсь, что ты искренне, но это потрясающе. То есть умение с падением занавеса попасть в другую, вернуться в ту жизнь, которая была там 2 часа назад, или полтора часа назад, это потрясающе. Наверное, как-то так она действует.